А что ты видел по ту сторону? Вот самый частый вопрос, который теперь задают Андрею Вожеву. Ведь он, в прямом смысле слова, воскрес из мертвых. Его сердце остановилось почти на целый час. Сначала 50-летний Андрей почувствовал боль в сердце. Начал сам себя лечить. Пил сердечные и обезболивающие. Скорую вызвал лишь когда боль стала невыносимой. Помнят, что приехавшая бригада его срочно госпитализировала. А вот что было дальше, уже не помнят. От себя добавляет, что его словно выключили. На самом деле, в приемном покое больницы у Андрея остановилось сердце. Подоспевшая бригада реаниматологов начала принимать все соответствующие меры. Массаж сердца и интубацию легких. Причем спасение проходило прямо в приемном покое. Перевозить Андрея в реанимационное отделение уже не было времени. Врачи в прямом смысле пытались вырвать Андрея у смерти. Но она, похоже, вцепилась в него крепко, не желая отпускать. Спустя 30 минут активной реанимации сердце Андрея все еще не желало заводиться. По медицинским протоколам 30 минут – это критический срок. И если пациент не оживает, то реанимацию прекращают. Но медики оказались упрямее, чем сама смерть. На мониторах они видели, что остановившееся сердце продолжает издавать хоть и очень слабые, но импульсы. И не останавливаясь, продолжили бороться за больного. И случилось чудо. Спустя почти час после остановки сердце Андрея зашагало. Завелось. Более того, длительное кислородное голодание никак не отразилось на когнитивных функциях пациента. Забегая вперед, сообщим, что он воскрес таким же, как и был. Крепким, сильным и практически здоровым мужчиной. Словно и не было никакой остановки сердца на 50 с лишним минут. Таких уникальных случаев в медицине можно по пальцам пересчитать. Кто-то это называет чудесами, кто-то достижением медицины. Сам Андрей считает, что наверху сначала ошиблись, а потом исправились. Ведь умирать ему еще рано. Дом, жена, работа и дети, которых надо поднимать. А свет в конце туннеля он не видел. И что там, по ту сторону вечности, не разглядел. Субтитры создавал DimaTorzok